Что делает Игорь, когда хочет отдохнуть? Встает в 6 утра и едет куда-нибудь за 300 километров. Завелось. Собственно, это все вступление. Я ничего больше не придумал, тут больше нечего сказать. Ничего особо происходить не будет. Поэтому будут любимые всеми кадры из дороги. Такие оригинальные, красивые и интересные. Мои гучи линзы дали зубой. Теперь я смогу увидеть фейтеров сквозь них. Ну да ладно. В общем, я вспомнил, когда проезжал по Антовому мосту, одну историю, которую я придумал. Которой не было на самом деле. Как-то лет шесть назад я залезал наверх на пилон этого моста. Самое интересное то, как я туда попал. Потому что, когда мост построили, все начали туда лазать. Там даже местные школьники лазали. Собственно, из-за этого лавочку прикрыли. То есть, там можно было пройти к пилону, и там был люк, в который просто залезаешь и поднимаешься 120 метров наверх по лестнице. Ну, все эти люки, значит, завалили, закрыли. Когда там уже начали массово снимать школьников, а это все-таки стратегический объект. Туда просто так нельзя лишь мост. Соответственно, все милицейские, полицейские, не знаю, получили, видимо, штыков за такие дела. Но это не останавливало людей, которых я выдумал в своем рассказе. Один мой знакомый, значит, рассказал, что есть другой залаз. Что надо прийти к дороге, которая переходит в мост. Вот там дорога, значит, поднимается потихоньку, если там от метро рыбаться. Поднимается над землей, а потом уже переходит в мост, который над рекой идет. И, в общем, там, когда она поднимается метра на 3-4, не знаю, то там можно залезть наверх по опорам и пролезть в какую-то дырку в кабель-канал, который пролегает тут вот там вот посередине. В дороге есть какой-то технический канал, где можно ходить в полусогнутом состоянии. Там всякие провода лежат и так далее. Никаких интересных фотографий у меня нет, кроме вот этой фотографии, которую я смонтировал на самом вершине, как будто бы я сижу. Потом еще надо было все это пролезать обратно. Мы приехали в Псков немного раньше, чем надо. Часа на три раньше. До заселения вот туда, где мы будем жить. Поэтому рум-тур откладывается, и мы идем смотреть на Кремль, потому что тут больше ничего вроде нет. По пути, пока мы ехали сюда, было обнаружено где-то 5, наверное, сбитых зайцев. Вот реально зайцы валялись там посреди дороги, но большинство они у лобочин там лежали. Разной степени сохранности. Очень странно. Видимо, тут очень много зайцев. Мы будем смотреть исторические здания. Вот такие, например. Субтитры создавал DimaTorzok Планы опять резко изменились. Нас заселили. И теперь room tour in this beach. Короче, real talk. Тут есть комната. В комнате есть кровать. Кровать мохнатая. Абстракция на стене. Фонарь не работает. Ну, в розетку у него. Телевизор. Стол. Моя кепка. Плитка. Маленький холодильник. Микроволновка. Стиралка. Что-то для женщин. Кран. Посуда разная. Короче, очень интересно. Ну, это все фигня. Самое интересное, это же сральная комната. На самом деле она душевая. Вот. Ну, короче, ничего интересного так-то. Но room tour проведен. Это я к чему? Я к тому, что это в какой-то мере лайфхак. Как жить нормально в поездке, но чтобы не слишком дорого. Типа надо брать жилье хер знает где. Вот мы хер знает где. Серьезно, вообще. Без понятий. Так же мы делали когда-то в Амстердаме. Типа там в центре жилье в Европе вообще стоит непомерных денег. И обычно это какие-то клоповники. Там комнаты на 10 человек с общими душевыми. Где никто не убирается и все такое. Потому что расположение, оно как бы очень сильно влияет на цену почему-то. Соответственно, если располагается гостиница где-то не в центре, а хер знает где, то цена резко падает. И чтобы привлечь к себе туристов, они делают хорошие условия. То есть там целые апартаменты, например, сдаются вместо одной койки по той же цене. Соответственно, конечно, есть удобство в том, чтобы жить в центре. Но мне кажется, оно того не стоит. Вы, например, все время гуляете по городу, вообще всю поездку. А в номер вы идете только в ночевак. Тогда тем более, какая вам разница, где он находится. Добрались и все. Ну, может быть, я не совсем прав, но, мне кажется, доля истины в этом есть. Я использовал этот лайфхак, и он работал. А когда я пытался жить в центре, ну, это были просто нечеловеческие условия. Причем, примерно за те же деньги. То есть там какая-нибудь комната, где никто никогда не убирался. Рядом, короче, какой-нибудь ремонт идет. Все это, конечно, в историческом центре, но это все невозможно нормально жить. То есть это того не стоит. Если бы это стоило, типа, 150 рублей за койко-место, то я бы тогда, конечно, естественно. Но обычно это стоит по цене нормального номера в гостинице. Потому что туристы любят жить в центре. Лашпеды. Ну, еще, чтобы дешево отдыхать, надо, конечно, ездить в какой-нибудь Псков, а не в Амстердам, естественно. Еще тут классная бой. Короче, как обычно, я решил погулять, пойти, и начался дождь. Конечно, не серьезный пока что, только накрапываю. Но зато прямо как дома погодка, да? Зато вот что есть. Огромный Кремль. Он настоящий, типа, замок. Вот есть ров, крепостная стена, и внутри какое-то значимое сооружение. Прикольно раньше делали, конечно. Но сейчас это вообще бы не сработало. Типа, сейчас, наоборот, надо важные здания прятать поглубже, маскировать, а не ставить их повыше. Хоть и за толстыми стенами. Субтитры создавал DimaTorzok Это Троицкий собор. Очень большое сооружение. Тут на территории только огромная стена и вот этот огромный собор. И больше, как бы, ничего нет. Я не знаю, исторически тут было еще что-то. Похоже очень Кремль на Соловецкий. Соловецкий монастырь, там похожие башни. Наверное, это все было похоже раньше. Примерно в одном стиле все строилось. Тут такой холм подходит к стенам, что здесь, наверное, было бы удобно снимать сцену. Из Ивана Васильевича меняет профессию, где стрельцы прыгали со стен вниз. Потому что тут оп, оп, и как бы невысоко. А если правильно ракурс поставить, то будет казаться, что они прыгают вниз, как будто вот с такой высоты. Короче, сейчас пойдем на башню имени меня. Вот как выглядит Власевская башня. Как бы двусмысленно это ни звучало. Я не знал, что я настолько влиятельный. Но это приятно. Вот мы совершили подъем на эту башню. К сожалению, она закрытая, типа, только с окошками. Смотровыми, которые не отковыриваются никак. Ну, из окошек это выглядит вот так, типа. Короче, я нашел ответ на свой вопрос. Раньше город был больше. То есть, вот эта мелкая стена. Здесь собор. Здесь большая стена. Это мелкая, но на самом деле это не город. Город, типа, была еще одна стена. Но теперь только кусочки от нее остались разбросаны по городу. Там тогда все намного логичнее. А то реально, я думал, что, типа, вот эта главная крепость, а это город. Ну, ладно. Обнаружилось здание, в которое, ну, вообще никому нельзя. Вообще никому нельзя. Столько колючки, я не знаю, нигде не видел. Это либо тюрьма, либо психушка. Но прикол в том, что даже тут стены выглядят, как будто это древнерусские стены Кремля. Такие белые и кирпичные. Они кричат ауе. А у них есть? Нет, они там друг с другом разговаривают. В натуре тюрьма. Очень хорошо прослушиваемая тюрьма. Я слышал ауе и еще какие-то странные слова. Короче, были обнаружены остатки старой стены. То есть город был довольно большой на самом деле. Вот. Это мы прошли довольно много. То есть мы прошли тюрьму. Можете представить, насколько далеко мы зашли. И вот. Старая стена, и там даже есть башня. Вот она. О! Надо сходить и на нее тоже посмотреть. А здесь стечет речка. Вообще, довольно все цивильно и прикольно. Эта башня выглядит так, как будто там наверху есть сундук. Вот эта башня. Прийти к ней было не так просто, как в Скайриме. Нельзя было просто переплыть реку. Что если походить? Давайте посмотрим, что же там такое. Вот это прикол. Кажется, лестницы тут нет. И сундука тоже. Ну, как-то люди забираются наверх, судя по надписи. Или раньше забирались. Но сейчас тут не вижу нормальных возможностей, как куда-нибудь сюда попасть. А так прикольно, конечно. Такие дела. Сундука здесь не оказалось. Квест уже кто-то забрал. В общем, вот так выглядит эта башня вблизи. Действительно, похоже на башню из Скайрима. Вот тут обычно я оставлял коня, и он предостольски убегал. А в Мерохов всегда был сундук. Но здесь даже лестница нет. Там есть надписи, датируемые где-то годом 2007. Так что я требую, чтобы мне вернули 2007, чтобы я смог туда подняться. А так прикольная штука. И получается стена так далеко шла. Прямо через реку. Оттуда. И вот дальше туда. Получается, город был не такой маленький, как я вначале подумал. Прикольно. Вот скажите, я поступил нехорошо? Или нормально? Тут стоит стиральная машина в номере. Халявная. Мне надо было постирать носовой платок. И все. И я завел целую машину ради носового платка. И мне говорят, что я подлец. И вообще... Столько пены. Стираем носовой платок. Но это забавно. Наступил следующий день. И мы заехали на монумент в память о ледовом побоище. Тут должен стоять огромный Александр Невский. Но пока что здесь только огромное картофельное поле в память о ледовом побоище. Похоже, он действительно гигантский. Вот, посмотрите. Наверное, есть внутри... Какие-то технические помещения. Потому что я даже нашел люк. Тут в земле. Который открыт. Вон там. Но залезать туда сейчас что-то неохота. А так, наверное, там можно как-то пролезть внутрь этого памятника. Типа того. Я бы там расположил какие-нибудь системы ФСО. Он стоит так на возвышении. И все такое. А может, его надо как-то изнутри обслуживать. Не знаю. Интересно. В общем, интересно. Теперь мы пришли в Изборск. Одна из самых древнейших крепостей. Там брат Рюрик был, да? Трубр. Это какие-то кресты. Типа написано вторая половина первого тысячелетия. То есть, когда Русь уже крестили, но все равно очень давно. Где-то тысячу лет назад. Какое-то очень древнее кладбище. Кто-то отправил рабочих ремонтировать стену. Должна быть полосочка прогресса наверху. Но ее нет. Это пока лучшие крепости. Из всех, что были тут. Разрешили ходить по стене. Разрешили подняться на башню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Два часа дня. Я в Печорах. Тут везде все закрыто. Никуда нельзя. Пристают торговцы и продавцы экскурсий. Как только мы припарковали машину, сразу кто-то подошел с предложением отдать ему денег. В общем, пока непонятно. В Турии монастыря очень важной походкой ходит казак и составляет женщин надевать плотки. Или не казак, кто это. Короче, человек в форме, без познавательных знаков. Возможно, он сбежал с аниме-конвента. Монастырь в Печорах не самое приятное место в мире, так скажем. Ну, видимо, потому что это монастырь. Тут очень много с этим связано. Там всякие странные люди с протянутыми руками. свечки поставь, воду святую набери. Туда нельзя, сюда нельзя. Здесь только с благословения. Короче, казаки следят, чтобы ты ничего не сделал, не богоугодного. Короче, да. Слишком много от церкви и слишком мало от исторической ценности и культуры. Как ни странно бы это и звучало. То ли дело церковь лютеранская. Вообще никого нет. Ни одного человека. И симпатично тоже он. Оп. Субтитры создавал DimaTorzok